Потом, если у нас дойдет до квантовой электродинамики, вы поймете, какой это наивняк, то, что сейчас вам о том рассказывает. Короче, надо было теперь придумать что-нибудь, что легко укладывалось в голову, чтобы отвечать на вопрос, почему минимальная порция энергии, которой вещество может обмениваться с полем, это планковский квант. Почему H? Ну и вот здесь принадлежит роль Эйнштейна, который предположил хорошую картинку для всего этого. Почему нельзя обмениваться энергии равной половинке H-омега? Так вот, Эйнштейн предложил считать, что свет – это не волны, как мы раньше говорили, а поток частиц. И у каждой частицы, которая летит, энергия равна планковскому кванту, равной H-ню. Или H-омега, перечеркнутая. Эти частицы Эйнштейн называл корпускулами, поэтому появилась корпускулярная теория света. Потом кто-то, не Эйнштейн, придумал более удобное слово, которое и укоренилось. Их стали называть фотонами. Пока это действительно такие горошины, каждый из которых несет вот такую порцию энергии. С другой стороны, скорость, которой летит фотон, наверное, в вакууме, во всяком случае, это скорость света в вакууме. Поэтому фотон должен быть ультрарелятивистской частицей. Если частица ультрарелятивистская, если мы хотим ее описывать как частицу, нам придется пользоваться теорией относительности. И пользоваться четырехмерным формализмом. В теории относительности был четырехвектор энергии импульса. У которого нулевая временная компонента, это была энергия, деленная на скорость света. И три пространственные компонента, это обычный импульс. Делятивистский импульс. Это m с ноликом делить на корень из единицы минус v к c в квадрате v. Я напомню, p. Это m с ноликом v на корень из единицы минус v к c в квадрате v. Далее мы помним, что четырехскалярное произведение любого четырехвектора самого на себя должно быть релятивистским инвариантом. Но я напомню, что с одной стороны четырехпроизведение это квадрат нулевой компоненты минус квадрат трехмерных компонентов. С другой стороны, когда мы вводили четырехимпульс, мы говорили, что это есть произведение массы покоя на четырехвектор скорости. И мы говорили, что четырехквадрат четырехвектора скорости это было c. Поэтому эта вещь равняется m с ноликом c в квадрате. Тоже в квадрате. Это для любой релятивистской частицы. Так должно быть. Если мы воспользуемся этой формулой для трехмерного импульса частицы, которая быстро летит, если мы здесь положим v равное c, то мы получим очень большую неприятность. Мы получим здесь m с ноликом c, ну, векторно условно, куда он летит, на корень из единицы минус единица. Ну, тогда получается, что импульс фотона должен быть бесконечно большим, если он летит со скоростью света. Это бы означало, что загорать, да вообще, находиться под лампочкой было бы очень больно. Представляете, на вас летят частицы с бесконечно большим импульсом. Мы видим, что загорать не очень больно, и под лампочкой можно находиться. По-видимому, есть только одна. Один способ отсюда вылезти. Если здесь ноль, чтобы у нас здесь не получилось бесконечности, мы должны считать, что m с ноликом равно нулю. Таким образом, у фотона масса покоя должна быть нулевой. Иначе теория относительности не работает. Тогда для фотона у нас здесь получается ноль. Кстати, сейчас как бы все признают, что если любая частица умеет летать со скоростью С, ее масса покоя должна равняться нулю. Поэтому сейчас все без конца пишут очередные сенсации по поводу того, чему же равна масса нейтрина. На самом деле, это вопрос о том, с какой скоростью летает нейтрина. Если она летит со скоростью С, у нее масса покоя нуль. Если она летит хотя бы чуточку медленнее, в нее масса покоя не дает. Можно спросить. А в чем проблема у нас, если у нас смогли лететь потом летят со скоростью С, скоростью С. Ну типа, понятно, что скорость С, все равно ее достичь почти невозможно. Если что-то ее достигнет, то по сути это будет означать, что все плохо. Поэтому... Для кого плохо? Для Вселенной. Фотоны летят со скоростью С. У нас из эксперимента в вакууме свет распространяется, пучок со скоростью С. А в вакууме со скоростью С немного меньше? Ну, измеряйте. До вас у всех получалось С. Вот скорость С много кто измерял разными способами. Начиная с известного опыта с вертушкой и еще измеряют до сих пор. Сегодня считается, что свет бежит со скоростью С, и тогда у фотона масса покоя ноль. Если завтра окажется, что скорость света чуть-чуть меньше, то, скорее всего, останется теория относительности, и будет говориться, что максимально возможная скорость передачи сигнала – это С, но фотон полетит помедленнее, чем С, как, например, в веществе. Но тогда масса покоя фотона будет не ноль. Но пока масса покоя фотона ноль очень хорошо согласует из кучи других экспериментальных данных. Потому что если масса покоя ноль, то в этом случае импульс будет равен по модулю. W на С. Но W у нас H омега делить на С. Но если мы вспомним первую лекцию по оптике, то омега на С – это модуль волнового вектора. H, K. Но, господа, волновой вектор показывал, куда распространялась световая волна. Световая волна у нас бежала туда, куда летел свет. Естественно, импульс, наверное, тоже направлен, куда бежит свет. Поэтому очень хочется убрать модули. И тогда окажется, что импульс фотона равен просто произведению постоянной планки на волновой веке. Тогда четырех импульс, который мы с вами писали, это есть H омега на С и H, K. Если теперь из этого столбца вынести постоянную планку, то мы здесь получим омега на С и K. Если вы вспомните, мы вводили в самом начале четырехмерный волновой вектор. У него временная компонента была омега на С и три пространственные Kx, Ky, Kz. Поэтому, оказывается, четырехмерный волновой вектор, который мы вводили в самом начале, это с точностью до постоянной планки четырех вектор энергии импульса. Так совершенно неожиданно все сомкнулось. Но если фотоны обладают импульсом, то, наверное, при взаимодействии фотонов с чем-то этот импульс может передаваться. Тогда возникла идея. Давайте на ниточке подвесим вертушечку. Одну половинку сделаем зеркальной, а вторую сделаем черной. И посветим на эту вертушечку лучше монохроматическим излучением, которое теперь у нас поток фотонов. Если поверхность черная, она поглощает свет. Поэтому каждый фотон, падая на черную поверхность, должен передать им импульс HK или H-омега делить на С. От зеркальной поверхности фотоны должны отскакивать, и цвет отражается. Поэтому при ударе об эту поверхность фотоны должны передать в два раза больше импульс. Поэтому если вы вертушечку сделаете симметричной и все осветите монохроматическим параллельным пучком света, то с этой стороны давление должно быть больше, чем с этой в два раза. И вертушечка должна закрутиться. Естественно, этот эксперимент был поставлен. Ну, понятно, чтобы не очень мешал воздух, все поместили в колбу, откачали оттуда воздух, осветили, вертушечка закрутилась. Только не в эту сторону, а в противоположную. Это был шикарный пример грязно поставленного эксперимента. Это делали при Лебедеве, наверное, да? Это лебедевский эксперимент. Тогда они умели хороший вакуум получить. Достаточно много воздуха. Когда стали светить, то черная часть вертушечки нагрелась больше, чем посеребренная. Потому что здесь поглощалась энергия света, а здесь нет. Поэтому эта лопасть стала более горячей, чем эта. Поэтому, когда молекулы воздуха ударялись о эти лопасти, здесь они отскакивали с той же скоростью, с которой прилетели, а здесь они отскакивали быстрее. И поэтому с этой стороны давления оказалось больше. Грубо говоря, в этой колбе подул ветер. И этот ветер раскрутил вертушечку в противоположную сторону по сравнению с тем, чего ожидали. Когда потом научились делать хороший вакуум, говорят, она все-таки закрутилась куда надо, но крутилась ужасно медленно. Но сегодня, наверное, показывать не будем, а в следующий раз мы вам покажем эксперимент по демонстрации светового давления, где вот эти радиационные эффекты не мешают, как здесь они маскировали давление, а наоборот, на их основе показывает световое давление. Там идея состоит в том, что в лазерном луче она подсвечивается, вода, в которой сметана чуть-чуть капнут так, и за счет нагрева воды лазерным лучом вода приходит в движение и тащит за собой частицы сметаны. Но при этом лазерный луч светит со стороны, противоположные этому движению. И там, где луч максимально сфокусирован, частички сметаны иногда зависают. Их сила вязкого трения, которая возникает из-за нагрева воды, вода течет и тащит частицы в одну сторону, уравновешивается силой светового давления. Вот, оказывается, это можно показать достаточно просто. Ну, не надо думать, что световое давление нельзя получить из волновой теории света. На самом деле, световое давление получается и в модели атома Томпсона. Если это у нас атом Томпсона, и на него падает волна, так вектор К направлен, так колеблется вектор Е, то, естественно, электрон в атоме Томпсона будет совершать вынужденные колебания вверх-вниз. Дальше возникает одна забавная вещь. Мы с вами забывали всегда, до сих пор, про силу Лоренца. Ведь у нас, кроме электрического и поля, в волне есть еще вот так направленное, перпендикулярно колеблющееся поле магнитное. И когда у нас электрон начинает раскачиваться, он начинает двигаться вверх-вниз, он начинает двигаться поперек магнитного поля. И тогда включается сила Лоренца. Это сила Лоренца перпендикулярно скорости и перпендикулярно магнитному полю. Это значит, что сила Лоренца может смотреть вот сюда или сюда. Поэтому это сила Лоренца может либо толкать атом в сторону, куда бежит свет, либо в обратную сторону. Дальше, естественно, надо считать. Надо считать среднее значение силы Лоренца. Если это все делать, при этом вам снова придется вспомнить радиационное трение. Оказывается, если нет радиационного трения, никакой силы Лоренца не возникнет. А если у нас есть сила радиационного трения, то среднее значение силы Лоренца будет направлено в сторону вектора К. И этот атом будет испытывать действие силы, направленной туда же, куда бежит волна. Это будет классическая интерпретация светового давления. Поэтому световое давление получается одинаково хорошо и в классической волновой оптике, если делать все честно до конца, и учитывать магнитную составляющую волны, и в фотонной теории. Все работает неплохо. То есть, если у нас нет радиационного трения, то силы Лоренца нету, и, соответственно, у нас нет... Нет, если у нас... Нет, сила Лоренца есть всегда, но если у нас нет силы радиационного трения, у нас резонансная кривая не имеет сдвига по фазе, и тогда окажется, что среднее значение силы Лоренца будет равно нулю. А вот среднее значение силы Лоренца возникает ненулевое, только когда есть ненулевое бета. Но, более-менее, понятно, опять же, почему. Почему? Потому что у нас так качающийся электрон излучает свет, как мы помним по диаграмме направленности. Если раньше у нас летели фотоны с импульсом, направленным сюда, у нас теперь фотоны летят с импульсами, направленными в разных направлениях. И понятно, что у нас появился тогда нескомпенсированный импульс. Ну, потому что у излучения импульса многих получилось в этом и в этом направлении. Ну, и тогда, если импульс падал, то он куда-то должен деться. Это импульс передается атомам. Поэтому даже на атом Томсона действует. Тут-то не атом Томсона, здесь Бог знает, как устроена крючетка. Там и черное тело, и зеркало. А это просто обычный атом Томсона. Так вот, на атом Томсона поток, хоть электромагнитная плоская волна, хоть поток фотонов оказывает световое давление. Все получилось. Следующая знаменитая вещь, которая свидетельствует о существовании фотонов, за которую, кстати, Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию, это фотоэффект. Если мы возьмем обычный конденсатор, и включим его в цепь, здесь поставим амперметр, здесь поставим вольтметр, здесь поставим потенциометр, а здесь будем подавать напряжение, то плюс сюда, то минус сюда, чтобы можно было переключать. Ну, например, пока плюс сюда, минус сюда. если здесь у нас этот конденсатор помещен в вакуум, то вообще говоря, пока у нас ток будет нулевой в этой цепи. так мы будем рисовать то, что в электротехнике называется ВХР, вольт-амперную характеристику. А вах-вах, да, вах-вах-вах-вах. Зависимость тока от напряжения. Так вот, пока будет ноль. Тем не менее, если мы на эту вещь посвятим излучением, окажется, что в цепи потечет ток. Это означает, что в этом вакууме появятся носители заряда. Когда впервые это обнаружили, ничего кроме электронов как бы не было известно. И решили, что свет с электрода выбивает электроны. Не ошиблись. Так оно и оказалось в данном случае. Дело в том, что когда сюда стали прикладывать плюс, ток стал увеличиваться. А когда минус сюда прикладывали, ток стал уменьшаться. Это значит, что те частицы, которые выбиты светом, заряжены отрицательно. Надо сказать, что если даже здесь будет нулевое напряжение, вот мы потенциалметр сюда поставим, даже в случае нулевого напряжения ток будет течь. Наверное, понятно, с чем это связано. Если свет передает часть энергии электронам и выбивает их, то у них есть какая-то кинетическая энергия, которой хватает, чтобы пробиться по этой цепи и поддержать ток. Если вы теперь сюда будете подавать плюс, то ток будет расти. Но расти он будет не до бесконца, а рано или поздно он расти перестанет. Вот это значение будет называться током насыщения. Мне очень нравится объяснение, как нам в школе объясняли, откуда берется ток, почему он перестает расти. Нам говорили так, представьте себе станцию метро «Гостиный двор». Наверху толпа пассажиров. Там давка перед посадкой на эскалатор. Давайте увеличивать скорость эскалатора. Как будет при этом вести себя количество пассажиров, приезжающих на станцию? Оно будет расти. Но когда вы все больше и больше увеличиваете скорость эскалатора, толпа наверху становится все меньше, меньше и меньше. и в какой-то момент толпа наверху рассосалась. Тогда вы можете еще в два раза поднять скорость эскалатора, но количество пассажиров не увеличится, потому что теперь количество пассажиров будет определяться скоростью, с которой их подвозит наземный транспорт и с какой они сами пешком подходят. Мы попали в ток насыщения. Вот так же и здесь. Когда мы предложили такое электрическое поле, что все вылетевшие электроны прилетают на анод, дальше вы можете увеличивать анодное напряжение, ток возрастать не будет. Нет, конечно, если вы хорошо постараетесь и напряжение будете увеличивать дальше, дальше ток будет возрастать. Вы приложите такое напряжение, что у вас куски катода будут вылетать отсюда. Вы приложите несколько киловольц на фотоэлемент, и ток там потечет большой, только фотоэлемент долго не будет фотоэлементом. Если же вы обратное напряжение приложите, то ток будет уменьшаться и в какой-то момент обратиться в ноль. Соответствующее обратное напряжение называется напряжением запирания. Понятно, что если у нас полетели электроны с катода с кинетической энергией МВ в квадрате пополом, то для того, чтобы они сюда уже не могли долететь, надо, чтобы здесь раз... Они должны получать энергию большую, чем кинетическая энергия. Поэтому это будет равняться заряд электрона на напряжение запирания. Господа, оказывается, если вы измеряете напряжение запирания, вы измеряете в некотором смысле кинетическую энергию выбитых электронов. А если вы измеряете ток насыщения, то вы измеряете количество выбитых отсюда электронов. Потому что, когда вы все электроны, которые вылетают, здесь собираете, ну вот вы знаете, сколько электронов есть. Ну, так вот, опыты по фотоэффекту показывали, что если вы интенсивность света увеличили не меняя частоту света, то сделали больше амплитуду электрических волн. Я напомню, раньше мы считали, что энергия, переносимая светом, вектор поинтинга, был пропорционален Е по модулю в квадрате. И если мы увеличивали амплитуду поля, или если мы увеличивали интенсивность света, мы увеличивали амплитуду поля. Так вот, при увеличении интенсивности света напряжение запирания не менялось, а менялся ток насыщения. Что вообще говоря, с классическим представлением о свете, как о волнах, согласовывалось ужасно плохо. Ну, обычная аналогия, представьте себе шторм, и шторм, волны могут выбивать камни из парапета на земле. Чем больше волны, тем с большей скоростью могут полететь камни. И там величина амплитуды волны действительно должна была увеличивать скорость полета камней. А здесь этого не было. Увеличение высоты волны увеличивало только количество выбитых электронов, но не их кинетическую энергию. А вот если вы начинали светить на фото катод не синим, а фиолетовым излучением, то вот в этом случае напряжение запирания увеличилось. И для фиолетового излучения будет амперная характеристика становилась. Ну и тогда на эксперименте оказывалось, что напряжение запирания есть линейная функция от частоты излучения. И это прекрасно согласовывалось с представлениями о том, что свет это поток частиц, каждый из которых несет частоту энергию H-Омега и эта энергия как-то передается электрону. А интенсивность света, то, что мы раньше называли интенсивностью, это оказывается не энергия света, а количество фотонов. Возникает вопрос, так что, мы все неправильно делали? Правильно. Дело в том, что мы занимались монохроматическим излучением. Тогда у всех фотонов энергия была одной и той же. Если мы увеличивали интенсивность света, мы увеличивали мощность излучения. Мы просто не занимались разными частотами. Ну и вот одна из заслуг Альберта Эйнштейна состояла в том, что он написал уравнение фотоэффекта. По сути дела, он написал закон сохранения энергии, электрону отсюда вылететь. Ему во-первых, когда он вылетает с поверхности металла, в металле появляется, как вы помним, заряд изображения, который притягивает этот электрон. Чтобы оторваться от этого заряда изображения, нужна какая-то энергия. Эту энергию называют работой выхода. стоп. Если у нас заряд изображения расположен симметрично с зарядом источника, то вроде бы у нас в момент вылета расстояние ноль, до бесконечности, и нам надо будет интегрировать силу, чтобы сосчитать работу выхода, типа q в квадрате на r в квадрате от нуля до бесконечности. по d r господа, такой интеграл разойдется. Тогда работа выхода должна быть бесконечно большая. Но дело в том, что когда электрон рядом с металлом, он не видит никакой поверхности металла, он видит отдельные атомы. И тогда никакого метода изображения нет. Поэтому надо интегрировать от того расстояния, с которого металл уже кажется металлом. ясно, что это все зависит от структуры кристаллической решетки и от многих параметров. Поэтому расчет работы выхода это хорошая задача теории металлов, то есть квантовой механики. Это не классическая задача. Но для данного материала считается, что это константа. Кроме того, оставшаяся энергия, которую получил электрон, пошла на его кинетическую энергию. Спрашивается, откуда взял электронную энергию? Ну, вот это какой-то источник энергии, заслуга, ну, это понятно, что надо было написать, заслуга Эйнштейна состояла в том, что он здесь написал энергию планковского кванта. Эйнштейна за это получил Нобелевскую премию. Ну, на самом деле здесь история была непростой, Эйнштейн несколько раз номинировался на Нобелевскую премию, но теория относительности так, конечно, за теорию относительности, но теория относительности так, как гвоздь свербила большинство противников теории, что Нобелевский комитет не решился дать Эйнштейну Нобелевскую премию за теорию относительности и дал за фотоэффект. Это жутко обидело Эйнштейна, и когда он произносил свою Нобелевскую речь, он ни слова не сказал о фотоэффекте, он говорил о теории относительности. Но Эйнштейн сам не подозревал, что в некотором смысле он дал старт квантовой механике, которую он так и не принял. Ну, понятно из этого уравнения, что если мы возьмем достаточно маленькую частоту так, что аж омега станет меньше или равна, чем работа выхода, электроны просто не вылечат. Поэтому существует так называемая красная граница фотоэффекта. Когда работа выхода равняется аж омега минимум при такой частоте и ниже свет не будет выбивать электроны фотоэффекта. Наверное, все про фотоэффект. А, бывает еще внутренний фотоэффект. Сейчас у нас электроны выбивались сюда, а можно сделать так, что электроны могут и внутрь полететь и могут потерять те места, к которым они были привязаны. И можно придумать здесь некоторое плохо проводящее сопротивление, его называют фотосопротивлением, которое при облучении выбивает электроны внутрь, они там становятся не связанными, а свободными, и тогда величина сопротивления такого фоторезистора меняется. Такой эффект иногда называют внутренним фотоэффектом. По-моему, даже лоба такая есть. По-моему, даже такая лоба. Ну что ж. Ну, теперь самое главное надо... Есть еще время на самое главное? Потом еще это вам Ольга Сергеевна расскажет про эффект Мизбауэра. Комптона, Комптона. А, про Мизбауэра я расскажу. Короче, есть еще масса эффектов, которые хорошо описываются карпаскулярной теории света. Ну, типа того, что если атом излучает свет, то должен, поскольку свет уносит импульс каждый фотон, то часть импульса должна передаться атому. То есть, он должен начать двигаться. Это называется атомотдача или ядроотдачи. Ядро излучает свет, излучение большей частоты, там это лучше видно, чем у атома. Это означает, что когда ядро излучает, оно само начинает двигаться. Это означает, что не вся энергия, которая пошла на генерацию излучения, улетит в фотон. Часть останется у ядра. Вот это можно наблюдать. Точно так же в случае рассеяния света, когда у нас был атом Томсона, который облучали вот таким светом, и он вот так излучал, если у нас фотон полетел куда-то сюда, то понятно, что должен выполняться закон сохранения импульса. Если раньше фотоны летели так, а теперь полетели так, часть импульса куда-то должна деться. Значит, этот атом должен куда-то сюда начать двигаться. Но если он начал двигаться, у него должна ему остаться какая-то энергия. Если раньше мы считали, что при облучении атома Томпсона светом заданной частоты рассеянный свет был той же частоты, теперь оказывается, что сюда не может рассеиваться той же частоты, потому что часть импульса должна передаться атому, и тогда сюда пойдет свет меньше частоты. Это называется эффект Комптона. Его видно на эксперименте. Правда, его хорошо видно не для оптического излучения, а для рентгеновского излучения, когда уже энергии фотонов большие, достаточно большой импульс, и чтобы движение того, что их рассеивает, кстати, движение оказывается важным не атома, а того электрона, на котором происходит рассеянка, называется электрон от датчика, чтобы это было заметно. Поэтому есть целая масса эффектов, для которых корпускулярная теория, пожалуй, почти незавименимо волновой. Но тогда возникает одна большая проблема. А как быть с интерференцией? Это была очень большая проблема для физики, поскольку и насколько было удивление велико, я не помню, кто это сказал, но кто-то из великих было сказано следующее, что порой мне кажется, что свет по четным числам это волны, когда я ставлю опыты по дифракции интерференции, а по нечетным, когда я ставлю опыты по взаимодействию света с веществом, фотоэффект, эффект Комптона, эффект Мессбавера, световое давление, то свет это частица. Договорились даже до большего, что свет ведет себя так в зависимости от того, какой мы опыт ставим. Если мы ставим опыт на наблюдение волновых свойств света, он ведет себя как волна. Если мы ставим опыт нацеленный на наблюдение корпускулярных свойств света, он ведет себя как частица. Эта иллюзия добралась даже до школьных учебников. Это получило название корпускулярно-волновой дуализм. Не знаю, как в современных учебниках, когда я учился, было написано следующее. Невозможно поставить такой эксперимент, где свет ведет себя одновременно, как волна и как частица. Я с этим категорически не согласен. Я такой эксперимент знаю. Пожалуй, решающим экспериментом по поводу того, свет это волна или свет это частица, были эксперименты Вавилова по наблюдению малых световых потоков. Идея состоит в следующем. Давайте возьмем точечный источник света. А вокруг поставим много-много глаз. ясно, что если у нас имеется точечный источник света, то все наблюдатели будут видеть свет. Этот эффект можно объяснить и волновой, и корпускулярной теориями света. Если мы объясняем волновой теорией, мы говорим, что от источника света расходятся сферические волны. Эти волны доходят до каждого наблюдателя, но они как-то там что-то в глазу делают, как-нибудь атомы раскачивают или электроны в атомах, ну и потом что-то происходит и мы получаем информацию о том, что нам пришел свет. Все увидят свет. Если мы говорим о корпускулярной теории света, то с этой точки зрения источник света, да, в первой точке зрения источник света это что-то вроде прутика, которым мы по воде стукаем, только по воде не двумерный, а трехмерный, да, и вот расходятся волны. Даже был придуман прообраз такой воды эфир. Ну, правда, его придумали еще до корпускулярной теории света, еще до теории Максвелла, чтобы объяснить, как волны там бегут. Если мы говорим о корпускулярной теории света, то источник света это дурацкий пулемет, который стреляет во все стороны корпускулами или фотонами. И когда корпускулы попадают в глаз, там тоже что-то происходит, и в глазу мы видим вспышку света. А из-за того, что наша нервная система тормозная, мы мигания не видим. Ну, теперь возникает вопрос, а как все-таки узнать, что это такое, волны или частицы? Уменьшить частоту стреляния в реметах. Первое, что приходит в голову, уменьшить напряжение на источнике. Это плохой путь. Потому что, если мы уменьшим напряжение на источнике, уменьшится температура, да, когда мы уменьшим напряжение на источнике, по закону Стефана Больцмана, будет меньше полная интенсивность. Но что будет с цветом? Он будет краснеть, краснеть, уйдет в инфракрасный, уйдет в радиоволн. Это плохо. Поэтому лучше не уменьшать напряжение на источнике, а окутывать его серыми фильтрами, которые частично поглощают свет. Ну и давайте мы его окутали так, что средняя мощность этого источника излучения будет такая, например, фотон в минуту, то есть энергию H-омега он будет излучать за одну минуту. Тогда, если свет – это волны, каждый наблюдатель скажет, я вижу очень-очень слабый свет, будет чуть-чуть волна колебаться. Если источник – это пулемет, то будет совсем другая картина. Все наблюдатели молчат, и вдруг один кричит, черт, вижу вспышку света, довольно яркую. Потом этот видит вспышку света, потом этот, потом этот, потом этот, потом может быть этот, этот, этот. И если копить их вопли достаточно долго, то все в среднем увидят одинаковое число вспышек. Только кричать они будут по очереди. Но осталось поставить такой эксперимент. Такие эксперименты были поставлены. Они стали кричать по очереди. При этом никогда не случалось так, что кричит сразу два наблюдателя. Более того, если вы фотоприемник, любой фотоприемник, хоть глаз, хоть фотоприемник, имеет конечную площадь. Если вы его разобьете на 10 тысяч более мелких фотоприемников, то будет кричать всегда только один кусочек. И как бы вы мелко не били фотоприемник, никогда не бывает так, что кричат сразу несколько. Поэтому свет прилетает в одну точку пространства. А не сразу во все. Так это что, частицы или волны? Конечно, частицы. Свет – это точка, которая гибнет в одной точке пространства. Волна, она прилетает сразу во все точки пространства. И вот в этих экспериментах стало ясно, что свет – это частица. Но тогда возникает страшный вопрос. А как быть с опытом Юнгера? У нас был источник света. У нас имеется экран с двумя щелями. Если свет – это поток частиц, то источник света – это дурацкий пулемет. И почти всегда корпускулы света либо улетают, бог знает куда, либо гибнут на экране. Но очень редко некоторые из частиц света везет, и она попадает в отверстие. Тогда она дальше прилетает на экран, и на экране появится вспышка. Скажем, если это фотопластинка, тут засветится точка. Давайте сперва закроем одну щель. А здесь, чтобы эксперимент был еще более чистый, поставим много глаз. Но я щели поближе сделаю. Итак, здесь стоит много глаз. Ну, понятно, что пока свет – источник яркий, и мы оставили только одну щель, мы увидим на этой щели что? Дифракционную картину. И поэтому не только вот этот наблюдатель будет видеть свет, но свет будут видеть и наблюдатели, находящиеся поодаль. При этом, если мы уменьшим интенсивность света, наблюдатели начнут кричать по очереди. Но если мы будем копить их вопли, то постепенно мы накопим привычную дифракционную картину. Ну, пусть щели близко, поэтому эта картина будет достаточно широкой. Но кричать они будут по очереди. Можно ли объяснить дифракцию с точки зрения корпусского? Если не вдаваться в вычисления, можно. Если предположить, что когда частицы света пролетают через маленькое отверстие, то они задевают за его края, они портят свою траекторию. И тогда, пока отверстие было большое, частицы летели все куда нужно, когда отверстие стало маленьким, они стали сильно заворачивать. При желании можно попытаться объяснить. Другое дело, увидим ли мы функцию синус х к х, которую считали, это уже другой вопрос. Но те, кто любит объяснять и все обсуждать, они не любят считать формулы. Они говорят, вот я понимаю, что такое может быть, и все нормально. Ну, хорошо. Закроем это отверстие и откроем это. Тогда точно так же мы получим дифракционную картину. Только теперь центрированную на другом отверстии. А вот теперь будет совсем интересно. А если мы откроем два отверстия? Если свет это частицы, то та частица, которая пролетает через это отверстие, генит никакого дела до состояния этого отверстия. И поэтому все частицы, которым повезло в лампочке родиться так, что им стоит пролететь через это отверстие, они нарисуют эту картину. А все частицы, которые родились здесь, им повезло при рождении так, что они пролетят через это отверстие, они нарисуют эту картину. Если мы теперь открываем оба отверстия, то частицы, которым суждено было лететь сюда, рисуют эту картину, а те, которые сюда, эту. Поскольку одна частица не может одновременно пролететь через два отверстия, эти события взаимно исключающие, а вероятности взаимно исключающих событий, что делают, складываются. Это значит, что картинки должны сложиться. Но мы прекрасно знаем, что если мы теперь откроем два отверстия, будет все совсем не так. Разве мы можем считать, что они, как бы они вдруг не влияют после пролетения через это, они влияют, у них есть взаимодействие. У кого? У фотонов. Ну они все же... Да мы же светим одним фотоном в минуту. А, вот так вот примерно? Конечно так. Мы раз в минуту один фотон выпускаем. И у нас здесь вообще ничего нет, и иногда пролетает один фотон. Кстати, если вы на интерференцию смотрите, на обычный опыт Юнг, освещаемый лазером, прикиньте интенсивность лазера, прикиньте, сколько фотонов летает в секунду, ну энергия лазера известна, аж не можно поделить, размеры установки известны. У вас, когда вы лазером освещаете щели Юнга, в установке гораздо меньше, чем одна сотая фотона. У вас там нет двух фотонов, они по очереди летят. Даже когда вы светите лазером в опыте Юнга. Тем не менее, если мы открываем два отверстия, то мы получаем интерференционную картину. У нас некоторые наблюдатели видят свет, и этот свет, интенсивность меняется, как косинус в квадрат, а некоторые наблюдатели, расположенные между, свет не видят. При этом, по их воплям, они будут, у нас наберется интерференционная картина, которую мы сто раз обсчитывали. Господа, согласитесь, что описанный сейчас мной эксперимент демонстрирует одновременно и волновые и корпускулярные свойства света. С одной стороны, мы получили интерференционную картину, это какие свойства? Волновые. С другой стороны, они выкрикивают раз в минуту, и каждый раз фотон прилетает только к одному наблюдателю, никогда двое не кричат. И в этом какая природа света? Корпускулярная. Вот такое чудо. Возникает только один вопрос, а как быть со сложением вероятностей? Просто у нас изменился закон сложения вероятностей. Вот и все. Раньше два независимых события, их вероятности складывались, и картинки должны были сложиться. А теперь, когда мы включили два взаимно исключающих события, давали вероятности, и эти вероятности складываются. А теперь, когда мы включили две возможности, вероятности перестали складываться. Самое забавное не то, как здесь много оказалось фотонам. Самое забавное то, что здесь не оказалось фотонам. Раньше сюда фотоны могли и так прилететь, и так прилететь. И когда стало два пути, вероятность прилета должна была возрасти. А вместо этого вероятность обратилась в ноль. Поскольку мы светим фотонами редко, то говорить о взаимодействии фотонов друг с другом нехорошо. Тогда остается последний вопрос. А уверены ли мы, что фотон пролетает через одно из двух отверстий? Давайте поставим соответствующий эксперимент. Давайте поставим глаза не здесь, а перед отверстиями. Тогда будет все по-старому. Все молчат, и либо этот кричит, либо этот. Вместе никогда никто не кричит. Это значит, что фотон летит либо здесь, либо здесь. Поэтому это событие взаимно исключающе. Но полный тупик. Выход из этого тупика совершенно неожиданный. Как только мы поставили здесь глаза, мы закрыли эти глаза. И когда мы знаем, через какое из отверстий пролетел фотон, мы в принципе не можем видеть интерференционную картинку. А если мы видим интерференционную картинку, здесь кричат, здесь не может быть глаз. Нельзя одновременно поставить эксперимент, в котором мы засекаем, где пролетел фотон, и при этом засекаем интерференционную картину. Вся хитрость фотонов состоит в том, что это такой деликатный объект природы, что его зарегистрировать можно только уничтожить, только поглотить. Нельзя на фотон посмотреть сбоку, что он пролетел. Его можно зарегистрировать только поймав. Но тогда он не прилетит сюда. И поэтому, когда мы видим здесь интерференционную картинку, спрашивать, где летел фотон, бессмысленно. Мы не можем поставить такой эксперимент. А физика не обязана отвечать на вопросы, а как оно на самом деле. Физика отвечает на вопрос, а что мы увидим на эксперименте. Если мы не можем поставить эксперимент, фиксируя фотоны и здесь, и здесь одновременно, то спрашивать, через какое из отверстия пролетел фотон, физику бесполезно. Теологию – пожалуйста, сколько угодно. Философов – пожалуйста, сколько угодно. Пусть говорят все, что хотят. Но это не физика. Физика не обязана отвечать на вопросы о том, что есть на самом деле, если этого нет на эксперименте. Ну вот и все. В некотором смысле получается, что мы не можем сказать, через какое отверстие пролетел фотон, если мы видим интерференцию. На жаргоне говорят, что фотон размазан пространством. На самом деле все еще страшнее. А кто вам сказал, что отсюда сюда фотон летел по прямолинейной траектории? Мы же не можем зарегистрировать фотон, пока он летит от лампочки к наблюдателю. Потому что если мы его зарегистрируем, он погибнет. Но если мы не можем регистрировать фотон при его движении, мы не можем приписать фотону траекторию. Потому что для того, чтобы знать траекторию, надо знать, куда проводить радиус-вектор. А чтобы знать, куда проводить радиус-вектор, надо регистрировать фотон. Поэтому, господа, возникает интересная вещь. Фотоны – это частицы, в смысле, что он рождается в одной точке пространства и гибнет в одной точке пространства. Но между этими точками он летит без траектории. Тогда возникает следующий вопрос. А что мы здесь можем считать? Считать мы можем интенсивность картинки. То есть, по сути дела, вероятность прилета фотона в ту или иную точку пространства. Как считать эту вероятность? Алгоритм достаточно забавный. Надо взять точку старта и точку, интересующую нас на финише, и соединить их всеми мыслимыми траекториями. Не только такими, но и вот такими. Но только через дырку провести. После этого... Сколько таких траекторий? Ох, несчетно много. После этого вдоль каждой траектории надо нарисовать косинусоиды. Длиной волны равной 2π на k или 2π на импульс умножить на постоянную планку. И в этой точке просуммировать все такие волны. Потом эту сумму возвести в квадрат по модулю. То есть, мы должны будем суммировать e в степени i, k, r. Ну, делить на r, наверное. Суммировать или интегрировать? Скорее, интегрировать. Эту штуку мы должны возвести в квадрат по модулю. И эта величина будет называться... Будет пропорционально вероятности прилета фотона от источника в точку x. Только пропорционально. А как найти вероятность? А мы знаем, что полная вероятность прилета сюда единицы. Поэтому надо это все сосчитать для каждой точки. Просуммировать. И ту сумму, которую мы нашли, пронормировать на эту сумму. Вот такой алгоритм. Правда, есть одно утешение. Оказывается, когда мы будем суммировать волны по всем траекториям, почти все вклады волн взаимно сократятся. И останутся только волны по экстремальным траекториям. В данном случае останется только волна, идущая так и так. А все остальные в сумме дают ноль. Вот отсюда берется принцип ферма. Что свет якобы бежит по экстремальной траектории. Не, господа. Свет бежит по всем траекториям. Только все остальные траектории не дают вклады в вероятность. А в вероятность дают экстремальные траектории. Дальше есть еще одна неприятность. Для того, чтобы найти вероятность, мы суммировали вот такие вещи. Которые раньше мы называли сферическими волнами. Ну, правда, они здесь искривляются. А волнами чего? Электрического поля. Теперь я должен сказать самую страшную вещь. Никакого электрического поля нет. А есть некоторая вспомогательная комплексно-значная функция, которую надо суммировать вдоль траектории, возводить по модулю в квадрат и получать величину пропорциональной вероятности прилета фотона. Дело в том, что если бы вот здесь полетели не фотоны, а электроны, протоны и даже электрически незаряженные нейтроны, делать было, надо было бы примерно то же самое. А это значит, что то, чем мы занимались в течение двух семестров электрические магнитные поля, это сказка. Вместо этого есть вот такие хитрые комплексно-значные функции, которые позволяют рассчитать вероятность прилета частицы от источника, точку наблюдения, если есть несколько независимых траекторий. Естественно, если у нас есть три отверстия, то у нас будет три экстремальных траектории. Надо считать интерференцина. Ну и последнее. Если мы так будем сделать с двумя щелями, мы найдем максимумы вероятности и найдем минимумы. И мы будем знать, что сюда, сюда, сюда фотон может прилететь, а сюда, 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 если закрытый, открытый обещали, не может. Очень хочется поставить вопрос. Вот сейчас отсюда вылетает фотон. Можно ли как-нибудь сосчитать, в какой из этих максимумов он прилетит? То, что он не может прилететь сюда, 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 это мы можем сосчитать. А в какой максимум он прилетит? Вот это, по современным представлениям о квантовой механике, считать запрещено. Нет, считать-то можно, только ничего не сосчитать. Мы не можем сказать, куда прилетит, в какой из максимумов фотон. Вот это жутко не нравилось Альберту Эйнштейну, за что он и не принял квантовую механику. Он считал, что есть какой-то механизм, который решает в момент рождения фотона, в какой из максимумов он прилетит. Мы этот механизм не знаем, и нам кажется, что фотон ведет себя случайно. Это просто из-за нашего незнания. Он считал, что у фотонов и у других микрочастиц имеются скрытые степени свободы. То есть есть некоторый скрытый пока от нас механизм, который все это позволил бы рассчитать, если бы мы его знали. Вот Альберт Эйнштейн считал так. А Нильс Бор считал, что такого механизма нет, что мир случайно выбирает, куда полетит фотон. Между Эйнштейном и Бором была длительная переписка, но они в хороших отношениях были. И Эйнштейн любил придумывать всякие мысленные эксперименты, которые приводили к глупости. Вот там, по-моему, он несколько десятков писем и десятков экспериментов предлагал Бору. И каждый раз Бор отвечал, что если последовательно применять принцип непредсказуемости, то никакой билиберды не получается. Ну и когда у Эйнштейна фантазия иссякла, он написал свое знаменитое письмо, в котором было написано, но я не могу представить, что Господь Бог играет в кости. То есть, когда здесь вылетает фотон, случайно Господь Бог подкидывает кости и решает, куда он полетит. На что Нильсбор ответил, не часто это цитируют, наверное, с уважением к Эйнштейну, но на самом деле в этом, пожалуй, главная суть вообще всей физики. Нильсбор написал примерно так, я точно не скажу. Если вы, мой друг, не можете представить, что Господь Бог играет в кости, то я не могу себе представить, есть ли какое-нибудь дело Господу Богу, до того, можете вы это себе представить или нет. То есть, ответ состоял в том, что не наше дело оценивать, как устроен мир. Если вам не нравится, что мир не ведет себя в соответствии с той логикой, которую вы выдумали для себя, выкиньте свою логику. Наше дело – честно описывать то, что мы видим. И по возможности предсказывать будущее. Правда, теперь с некоторой вероятностью. Это означает, что вся физика теперь изменилась. Если раньше вся физика была устроена на предсказании будущего, мы стреляем под углом альфа снарядом, где он упадет, то теперь предсказывать будущее и однозначно запрещено. Ответ такой. Снаряд может упасть куда угодно, что не запрещено законами сохранения. Естественно. А вот какую точку он выберет, мы можем считать только вероятностью. Поэтому теперь случится, может быть, все, что угодно, что не запрещено законами сохранения, а нам остается только считать вероятность. Вот этим и будет заниматься квантовая механика. Ну, а теперь квантовая механика начинается. Все на сегодня. Это про... Ну, где они как раз пуляют... А, ну, нет, это у нас есть частицы, а не электронные пуляют. Ну, так мы в следующий раз будем про интерференцию электронной. Нам же есть соотношение неопределенности, но ты это расскажешь, мне, Комптона. Ты там про какие-то... Про какие-то максимумы, там два знаем, что я вообще не знаю. Чего там за максимумы? Почему два?